Здравствуйте! Ну вот сегодня я, 7 июля, свой день рождения, который не отмечаю, поскольку идёт война. Вот, и я скажу, что вот здесь, на Новодевичьем, и были главные события за прошедший год, и главное, что было в понимании сути прошедшего. Сегодняшний день как подарок. Я услышала, что стали говорить клон, что стали говорить программа. Ну, это вот действительно настоящий подарок. Вот, академик Ингельгард Владимир Александрович, я много-много раз вам рассказывал о нём. Вот за этот год что я сделала? Я, во-первых, поставила фотографию, здесь не было никакой, украли. Вот, вот, сделала, поставила. И я хочу сказать, за это мне стенд ответил трансдукции. И я поняла, как всё это делается. Ну, вот, то, что там ковиды всякие. И я ещё раз скажу, что это не обязательно, не обязательно биооружие. Ну, вот, вот эта дорожка, на которой все мои любимые учёные, герои, писатели, вот в таком безобразнейшем состоянии могила контр-адмирала, доктора географических наук Ивана Дмитриевича Попанина. Вот так. И эта личность ничуть не менее известная и заслуженная, чем Челенгаров. Да, большой отклик вызвала моя работа по похоронам другого председателя Верховного суда. Несмирновый Льва Николаевича Лебедева Вячеслава. Помните? Вот, о неподписанных венках. Это было потрясением. Ну, конечно, копится здесь Пётр Леонидович. Отец Сергея Петровича копится. Сейчас мы у него будем. Могила Конторовичей. А дальше? Вот так белеет парус одинокий. Валентин Петрович Катаев. Вот, ну что, Шаргунову писать о том, что вот так здесь всё, что вообще, наверное, пора привести в порядок могилу писателя, о котором Сергей Шаргунов писал. Ну, Сергей Шаргунов меня заблокировал. Я много раз писала, по какой причине. Ну, а это Сергей Петрович Капица. И вот его могила вся в цветах. Третий год я за ней ухаживаю, сажаю здесь цветы. И я хочу сказать, что Сергей Петрович был прав. О дурении общества произошло. Но здесь, конечно, не просто вот один телевизор, но и воздействие. Воздействие волновой психотропное. И я хочу сказать, что оно было вот в составе вот этого биооружия ковид, которое действительно случайно вылетело с МКС. Итак, я благодарна Татьяне Фортовой, вдове Владимира Евгеньевича Фортова, 21-го президента Академии наук России. И я хочу сказать, что именно смерть от ковида Владимира Евгеньевича была свидетельством тому, что это не была государственная разработка, а была частная разработка. Я считаю это одним из главных результатов моих за прошлый год. И я бесконечно благодарна Татьяне Фортовой. Ну и, конечно, куда я без любимого своего ученого Владимира Игоря Чарнольда. Спасибо большое. Вот для понимания всего происходящего нужно было построить пять логических цепей по пяти направлениям. Академик Гинсбург. С Гинсбург Ниной Ивановной мы летели в самолете. Я села к ней, потому что находиться рядом со своим тогда еще мужу вообще было невозможно. Позорище. Вот. И я оказалась рядом с ней, и мы с ней поговорили о главном. И в прошлом году я вспоминала Инну Ивановну часто. Вот когда мы буквально на третьей минуте разговора обнаружили, что у нас десять общих друзей, она сказала, чтобы я не удивлялась, потому что мы все рядом, мы все вместе. Видимо, вот та тонкая кожура от яблока, которая защищает вот страну. И я окончательно поняла, что кожуры этой больше практически нет. Вот. Вот. Мы не случайно здесь. Нет. Уехали, уехали. Многие. А те, кто остались, ну, либо иноагенты, либо молчат. Вот. И либо ведут себя крайне осторожно. Вот. Вы поняли, о ком я. Вот. Вот. Вот он. Да. Скрябин. Конечно, Георгий Константинович Скрябин. Вот. И Константин Георгиевич Скрябин. Вот он. Он был главным по СПИДу. Занимался трансдукцией и возглавил это направление. Держитесь. В Курчатовском институте. За этот год вырисовалась чёткая картина понимания разработок методом трансдукции разных совершенно материалов. Да, можно это смело назвать и биооружием, и не биооружием. Вот. Возглавлял все эти направления Юрий Анатольевич Овчинников. И это было впущено. И это целая-целая очень интересная история. Ну, во всяком случае, всё сложилось в прошлом году моём. И я скажу, что я поняла, почему меня заблокировал Михаил Бару. Миша Бару. Ну вот, я никогда вам не показывала. Вот. Хворостовский. Вот так здесь всё у него. И так будет ещё какое-то время, безусловно. Ну, ещё в этом году у меня было понимание. Вот что Починок. Ну, что Починок. Вот его могила в тех же традициях. Думаю, дальше продолжать не нужно. Вот ещё хотела показать вам, верю в Россию, Соломенцев Михаил Сергеевич. Ну, наверное, те, кто моего возраста и были близки к политике, к политической жизни, как, например, я. Помните, наверное, кем он был. Кто забыл, прочитайте. Ну, безусловно, событием было то, что, да, прошлого года, что я вот здесь обнаружила могилу Петра Борисовича Ганнушкина. Ну, в общем, так получается, что большого друга моего прадеда Михаила Аслановича Тарасова. Вот. Великий совершенно психиатр. Я прочитала его книги и очень-очень многое поняла. Да, по совету доктора медицинских книг, наук Ольги Юрьевны Казьминой. В прошлом году умер сын маршала Ивана Ивановича Борзова. Юрий Иванович Борзов. Юрочка. Вот. И я знаю, что вот за его могилой, за могилой Клавдии Парфенсовны Борзовой ухаживает их дочь Надя. Светлая память вам всем. Это вот совершенно невыносимо. Юрочка. Юрий Иванович. Вот такой был прошлый год. Сколько ушло. Ну, из самых популярных за прошлый год был сын. Вот, например, могила сына Георгия Димитрова. М. Димитров. Вот так. Ну, а это еще одно мое прошлогоднее открытие. Вот это. На Новодевичьем кладбище. Могила героя Советского Союза, летчика-истребителя, подполковника Шлепова Виктора Петровича. Несколько удивительно мне, что мало кто знал вот об этой могиле родного брата Владимира Ильича Ленина, Дмитрия Ильича Ульянова. Ну, вот сейчас она зарастает новой травой. Вот такая картина здесь. Ну, вот тоже мало, может, кто знал Марии Федоровну Андрееву. Актрису, вы знаете о ее судьбе, я надеюсь. Ну, здесь сейчас очень много экскурсий, кричащие экскурсоводы. А я с вами попрощаюсь у могилы Раисы и Михаила Сергеевича Горбачевой. Ну, вот могила Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны Горбачевых. Я хочу сказать, что мой дедушка, когда курировал строительство Кумертауского машзавода, пригласил для строительства железных дорог отца Раи, Максима Титаренко. Я хочу сказать еще вот о чем. Ни Раиса Максимовна, ни дедушка, ни кто другой не говорили об этом. И лишь единственная фотография моего папы, который там вместе с Раисой Титаренко, я ее показывала не раз. Вот она все и дала понять. К сожалению, я поняла, почему меня заблокировал Павел Русланович Палащенко. Ах, какая история! И я ее расскажу. И она связана, конечно, с распадом верховной власти съезда народных депутатов. Почему это произошло и как это произошло, я уже об этом писала, повторю. Ну, вот так прошел еще один год моей жизни. Да, он был здесь. И я скажу, что это было осмыслением действительно понять, что ковид – это частная разработка, не имеющая никакого отношения к никакому официальной разработке какого-то государства. следующее, что я поняла. Вернее, я это поняла давно, но теперь это начинает звучать. Клон с программой. Вот. И это тоже очень важно. Вот. Было просто понять, что распространялся ковид-волной с МКС. Вот. Это тоже. Это было еще раньше, не в прошлом году. Меня очень удивляет, что вот все вот в каком-то двойнику там верили. Вот. Это действительно было для меня вообще очень грустной историей. Ну, я понимаю, я впущена, все эти клоны, прочее. Все это... Это все известно было давным-давно, почти 50 лет назад. Вот. И я скажу, что вот это величайшее открытие, оно было раньше. Просто Илон Маск сказал об этом ну, месяца три назад, что создана полная программа мозга оригинала. Вы понимаете? То есть, вот если у вас будет клон и в него загрузят вот эту программу, волной или там как угодно, это будете вы с вашей памятью, с вашими воспоминаниями. Это будете вы и здесь уже говорить о клоне нелепо. Здесь мы говорим уже. И даже это не биоробот. Это еще один такой же человек. И поэтому сейчас я забираю свои слова. Назовите его по-другому. Зовите так, как звали. Все. Это полная копия умственная, но не физическая. И поэтому перестаньте удивляться. Да, разный, разный, разный. Ну вот, все, цивилизация живет в новом измерении. И это самое главное, что у меня было за прошлый год. Вот это понимание. Спасибо Илону Маску. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok